Всем категорический привет! Вы слышите Лёшу Халецкого, и я хочу вам рассказать о дополнении к одной из моих любимых игр прошлого года — Renault Explorers International Society. Сейчас все младше 18 лет смеются над словом Society. Я же всех остальных в первую очередь отправляю к обзору этой игры, которую я делал в прошлом году. Ссылка на этот обзор появляется в верхнем правом углу. Сходите и посмотрите. Кому же лень ходить? В двух словах опишу, что это за игра. В принципе, это в неком роде настольная игра для компьютеров, хотя на самом деле никакой оригинальной настолки такого вида нет. Просто выглядит она действительно как настольная игра. Вы выбираете себе команду из трех исследователей. Собственно, название игры так и переводится. Известные исследователи международное общество. И вроде как боретесь за первенство среди других исследователей. На самом деле борьба эта вымышленная, потому что пройдя пять карт игры, вы в любом случае будете на первом месте. Тем не менее, вот эта атмосфера исследований очень классно передана. И лично мне всегда нравилось узнавать что-то такое новое, исследовать планету. И в этом плане Renault Explorers очень точная игра. Вы ощущаете себя таким исследователем конца 19-го, начала 20-го века, который ездит по разным местам и находит артефакты. Но это не обзор игры. Недавно вышло платное дополнение под названием More to Explore. То есть еще больше для исследования. И вот обзор этого дополнения я и представляю вашему вниманию. Две новых фишки в игре появилось. Во-первых, привалы. Во время экспедиции, когда у вас заполняется в нижнем правом углу шкала такая с костром, вы можете разбить лагерь. И вот во время ночного привала получить некоторые бонусы. У вас есть такая механика карт. Вы выбираете какую-то одну карту в зависимости от вашего стиля игры и получаете какой-то бонус, но при этом еще и интересную историю. Тут я хочу один из минусов игры рассказать. Она не содержит русского языка. Уж извините. В обзоре игры, кстати, я вам говорил, что разработчики обещали русскую локализацию, но так до сих пор ее и нету. Если помните, я недавно делал обзор еще на одну из моих любимых инди-игр прошлого года, The Awakening. Там разработчики постарались и сделали русскую локализацию, и я думаю, от этого только выиграли. Я глянул на статистику Стима. Довольно много покупок из России, ну и из стран бывшего Советского Союза. А вот Renault Explorers, видимо, на нас не очень рассчитан. Я знаю, что есть неофициальная локализация от каких-то фанатов, но и там переведено только треть. По-моему, 32% на данный момент. Поэтому, если вы не очень владеете иностранными языками, то, пожалуй, эту игру я вам не рекомендую, потому что очень много очарования здесь передано в тексте. То есть вы должны понимать, что происходит. Вы читаете эти истории, исследования, те же самые истории во время привалов, вот новая механика, которая введена в дополнение. И вы начинаете ощущать эту игру, вот жить в ней. Если же не читать тексты, а просто пропускать, то вы потеряете львиную долю удовольствия просто. Пользуйтесь 2GIS для выбора товаров и услуг. Аптеки, магазины, маршруты и другая детальная информация о городе. Подробнее на сайте 2GIS.ru. 2GIS, если быть точным. Еще одна новая механика, которая появилась в дополнении, это то, что теперь бонусы артефактов можно выбирать. Теперь есть три бонуса на выбор. И опять же, вы выбираете в зависимости от вашего стиля игры. Что, конечно, добавило баланса и возможности по-разному проходить в Renault Explorers. Естественно, появились две новые локации. Анды, где нас ждут древние инки, которые всячески нас угнетают. И затерянный остров. Кроме того, в бывших локациях, которые были до этого в игре, появились новые ситуации, новые текстовые всякие квесты. То есть, куча всего добавлено. Да и вне путешествий, в вашей штаб-квартире, тоже появились новые магазины, шмотки и прочее-прочее. Но! Здесь одно большое но. Я не считаю, что все эти дополнения стоят 179 рублей. Да. Для России, как всегда, самая дешевая цена. Потому что, например, в США дополнение стоит 7,5 долларов. А для европейцев 7,5 евро. Но, тем не менее, по-моему, это дополнение того не стоит. Потому что оно примерно равно контенту, которое добавилось в той же Tears Awakening совершенно бесплатно. Тем не менее, этот выход дополнения, я считаю, прекрасной возможностью. Напомнить вам о том, что есть вот игра Renault Explorers. И оригинальная игра, по моему мнению, достойна и обязательно к вниманию любителей пошаговых стратегий. Жаль, что они вот решили это дополнение почему-то так дорого продавать. Для сравнения, оригинальная версия на данный момент стоит 419 рублей. Что очень хорошая цена для такой игры. Вот я, например, в Renault Explorers наиграл 40, даже больше, чем 40 часов. И периодически туда захожу, играю партейку, другую. Мне нравится исследовать локации. Нравится чувствовать себя знаменитым исследователем. В общем, выход дополнения More to Explore оказалась прекрасной возможностью напомнить вам о том, что есть такая игра Renault Explorers International Society. Но тратить деньги на это дополнение я все-таки не рекомендую. Либо дождитесь скидок, купите там ее, это дополнение, рублей за 30, и вполне оно окупится. А вот поиграть в оригинальную игру, если вы все еще нет, это идея хорошая. Ну а на этом все. Вы слышали Лешу Халецкого. Канал Леша играет. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. И раз вы досмотрели до конца, то у меня к вам просьба. Поставьте лайк. Вам это ничего не стоит, а мне будет приятно и поможет распространиться моему видео. Ну и если вы хотите поделиться этим видео, то я совершенно не против, а только рад. Разместите его у себя где-нибудь в социальных сетях или просто сообщите вашим друзьям. Спасибо, что доставили до конца. Удачи и играйте в умные игры.